всем привет добро пожаловать на лекцию по архитектуре vm и языкам ассемблера сегодня мы с вами попробуем поговорить более развернуто о синтаксисе ассемблера для архитектуры x86 для процессоров intel и мне кажется именно из изучения того как же происходит вот это вот ковыряние зубочистками в плане написания кода на ассемблере то есть по маленьким крупицам написание машины инструкций именно разбираясь грубо говоря в этой стороне вопросом можно будет лучше понять чем же так удобны все-таки языки программирования высокого уровня которые как раз не заставляют нас разбирать все на элементарнейшей машиной инструкции а выражать наши мысли гораздо более высокоуровнево гораздо более компактно но вот для того чтобы мы могли это ценить надо понимать какая обратная сторона какая есть альтернатива и вот для того чтобы разобраться в альтернативе мы с вами в том числе сегодня посмотрим какие есть инструкции самых ходовых на ассемблере какие какой есть синтаксис конкретно нас мы для объявления различных сущностей и какие инструменты например помогут нам лучше писать наши программы находить в них ошибки и так наш план на сегодня поговорим немножко о типах данных и формат задания констант так для сказать общего развития чтобы знать предлагаемый нам инструмент поподробнее поговорим про арифметику для архитектуры x86 целочисленную арифметику в частности рассмотрим как нетривиально работают функции беззнакового умножения и деления которые явно сделаны так для обратной совместимости со старыми старыми процессорами поговорим немножко дезассемблирование и отладки более об отладки то есть какие инструменты помогут нам отлаживать наши программы выполнять их по инструкции смотреть что от этого меняется мы с вами уже разбирали различные прыжки условные безусловные но вот пора сделать чуть больше обзор посмотреть сколько всего чем не отличаются какие есть может быть дополнительно удобные ну и в качестве такой вот дополнительной темы в конце посмотрим не арифметические а битовой операции то есть операции которые можно делать над битами чисел записанных в наши регистры и вот наш план на сегодня давайте мы по нему и пойдем первое вот общая структура программы какая может быть представлена для ассемблера нас здесь показано из каких секций может состоять наша программа давайте я про эти секции упомяну и дальше будет более развернуто описание ну вверху представлен комментарий он опциональный но мне кажется это хороший стиль так сказать сразу в первых строчках исходного кода объяснить читателю что же здесь происходит и есть такой старый стиль его наверное можно уже последнее время не использовать это указать автора и примерно дату последнего изменения кода дело в том что в современном мире хорошей практикой является использование специализированных инструментов для управления исходным кодом которые вот эту информацию хранят автоматически поэтому это такой старый у меня очень сильно пример даже видно 2013 года сейчас я наверное просто оставил первую строчку комментарии который говорит что это пример программы на нас далее есть уже часть которую мы с новых частей это две секции которые не мелькали раньше в примерах программ на ассемблере это секция данных section data и секция bss секция неинициализированных данных мы до этого использовали с вами только секцию исполняемого кода секцию текст вот сейчас мы можем посмотреть чуть более развернуто на то какие еще возможности нам предоставляет нас в частности если нам не хватает памяти которые предоставляют регистры но их немного и они все достаточно маленькие по объему как нам аллоцировать то есть запросить какие-то элементы памяти диапазоны памяти для нашей программы чтобы мы могли там хранить наши данные вот как раз секция дейта и секция bss она и они используются для того чтобы запросить себе определенный объем данных для работы нашими программ давайте посмотрим как что может входить в состав секции дейта вот представлены здесь примеры это различные инструкции которые могут быть внутри секции данных секции инициализированных данных основной формат указания там следующий он состоит из трех частей мы пишем метку и эта метка будет во время ассамблирована превращена в конкретный адрес этого этих байтов в оперативной памяти дальше мы пишем в принципе это что-то типа что-то похожее на тип того что мы храним но на самом деле вот такие вот псевдоинструкции они скорее задают размер в байтах который мы хотим хотим хранить в частности можно запомнить что dd вот это размер в 4 байта как это читается считается это как дейта и дабл а что значит здесь дабл дабл здесь значит это double word или двойное машинное слово вот в так исторически сложилось что в x86 машинное слово это два байта 16 бит это обусловлено тем что еще до 3 386 процессоров было предыдущее поколение которое было 16 битным и там регистры например регистр а x вот там являлся характерным представителем который был двухбайтной и с тех пор повелось то же что машинное слово или word она двухбайтная а вот double word или двойное слово на кросс четырехбайтные и вот на слайде показано что мы объявляем как бы блок памяти он будет состоять из четырех байт dd double word data double word в нем должно сразу быть сохранено число 10 причем под это 10 должно быть отведено те самые четыре байта мы видим что для хранения десятки в принципе хватит одного как же тогда это будет организовано но младший байт из этих четырех будет равен 10 а старший три по нулям в итоге это все равно будет занимать 4 байта ну действительно в них закодирована десятка и в после во время запуска нашей программы точнее после ассамблирования вместо метки 10 10 будет подставлено конкретный адрес первого байта из этих четырех которые нам были выделены то есть метка превращается в адрес первого байта который нам выделит ассэмблер и потом операционная система во время запуска нашей программы можно использовать немножко другой синтаксис на самом деле мы можем указывать целые массивы значений например в самом тривиальном виде строка который состоит из символов это не что иное как массив символов то есть это символы которые располагаются в памяти подряд вот какая основная характеристика такой структуры данных как массив в нем элементы располагаются упорядоченно последовательно в оперативной памяти и вот строки тоже элементами строк являются символы допустим для хранения одного символа достаточно одного байта и тогда строка это просто последовательность байт который лежит в непрерывном участке оперативной памяти как мы можем объявить такую сущность в ассэмблер нас структура такая же мы сначала пишем метку msg message потом мы пишем и вот здесь будет интересно мы пишем из каких какой размер для элементарной единицы то есть для одной ячейки потенциально нашего массива деби это дейта байт один байт а потом у нас есть несколько вариантов синтаксиса например мы можем просто либо в двойных либо в одинарных кавычках просто указать строку ассэмблер во время превращения нашей программы в машинные коды сам разобьет естественно и и по символам и каждый символ закодирует то есть на самом деле мы получим метку которая указывает на один байт но за этим одним байтом потом располагается все байты вот этой строки таким образом message будет указывать нам на целый массив на первый элемент целого массива байт какие есть еще варианты и способы задания ну вот здесь вот показаны различные псевдоинструкции во первых мы можем использовать не десятичную систему исчисления так если мы используем префикс 0x x от слова hex шестнадцатеричная по-английски hexadecimal то мы можем кодировать числа в шестнадцатеричной системе исчисления мы если у нас это массив чисел а не массив символов мы можем просто использовать запятую и тогда вот в этой инструкции будет выделено место под три байта первый бай будет равен 55 2 56 следующий 57 можно смешивать мы можем использовать одинарные либо двойные кавычки чтобы в них заключать символы и на самом деле нас будет просто переводить эти символы в их в числа соответствующих им кодов аске таблиц то есть здесь мы можем закодировать буковку и и потом какое-то число 55 можем закодировать строку и потом несколько чисел так например это бывает удобно когда мы хотим закодировать перенос строки дело в том что для него нету специального символа на клавиатуре но для него есть код и вот например 10 это код символа переноса строки мы можем записывать по два байта в этом случае надо использовать спецификатор dw word data word двойное слово соответственно мы можем использовать числа которые вмещаются в два байта в том случае если мы пишем меньше то вот происходит заполнение дополнительными нулями мы можем также там писать строки вот строки как видите они будут располагаться подряд мы можем выделять больше памяти 4 байта например обратите внимание как интересно записаны будут числа может быть вы помните что в интеле когда мы хотим записать число из нескольких байт то на младший адрес оперативной памяти пишется младший байт этого числа поэтому будет выделено под это число 4 байта в младшем в первом вот пойти по номеру будет 78 младший байт потом 56 потом 34 потом 12 то есть он такой перевернутый 4 байтов нам кстати уже достаточно для того чтобы закодировать числа с плавающей точкой у нас есть два основных формата чисел с плавающей точкой одинарной точности для которой требуется 4 байта двойной точности для которой требуется 8 байт есть еще расширенные точности для которой используется 10 байт вот в частности спецификатора dd нам достаточно чтобы записать число одинарной точности 4 байта есть у нас dq q это квадра то есть учетверенное слово 8 байт мы можем выделять ячейки такие по 8 байт нам их Достаточно уже, чтобы хранить, например, числа двойной точности. И мы можем выделить 10 байт. dt, t от 10, 10. Тоже можно туда записывать числа с плавающей точкой. Тогда будет использоваться так называемый расширенный формат хранения числа с плавающей точкой, под который выделяется 10 байт. Мы вернемся, кстати, к этому формату ближе к концу нашего курса, когда будем обсуждать математический сопроцессор. И у этого сопроцессора есть своя система регистров. И вот эти регистры как раз имеют размер в 10 байт. И там хранятся вещественные числа в представлении с расширенной точностью. Кроме секции data, у нас есть еще секция BSS. И синтаксис объявления и смысл объявления различных областей памяти секции BSS чуть-чуть другой. Во-первых, вы, наверное, обратили внимание, что когда мы объявляли элементы в секции data, мы обязательно указывали, какие должны быть значения. То есть и при старте нашей программы в этой участке оперативной памяти сразу хранится то значение, которое мы туда поместили. Мы можем его считывать, мы, в принципе, можем его изменять. А вот в секции неинициализированных данных или секции BSS, у нее есть расшифровка. Я, к сожалению, сейчас ее наизусть не помню, но она имеет явно какое-то просто историческое значение. Так вот, в этой секции мы можем указывать, что нам нужно столько-то байт, но они не должны быть никак проинициализированы. Никакими конкретными значениями, точнее. Дело в том, что операционная система проинициализирует их нулевыми значениями. Там будут записаны все нули. И для того, чтобы задавать вот такие области памяти, используется другой синтаксис. Вместо буквы D, которая обозначает data, используется префикс res или reserve, то есть зарезервировать. А в качестве суффикса используется буква, которая будет говорить, какой тип ячеек мы хотим зарезервировать. resb – зарезервировать побайтово. А дальше сколько ячеек побайтово? То есть 64, значит, будет зарезервировано 64 байта. Если мы пишем resw, то есть зарезервировать машинное слово. А дальше сколько этих машинных слов? Одно машинное слово, то есть будет зарезервировано 2 байта. Машинное слово – это 2 байта. Также мы можем зарезервировать двойное машинное слово. Одно – это будет 4 байта. А можем зарезервировать ячейку, 10 ячеек по 8 байт. То есть вот эта область памяти будет выделена 80 байт, потому что 10 ячеек и каждая из ячеек – это учетверенное слово Q-квадро. То есть учетверенное слово – это 8 байт, всего будет 80 байт. Ну, этого достаточно, чтобы хранить, например, 10 вещественных чисел с двойной точностью. Когда нам может пригодиться использовать секцию неинициализированных данных? Ну, действительно, бывает такая задача, нам нужно просто иметь какую-то область памяти, нам не нужно иметь в нем никакого начального значения, потому что мы будем использовать ее для записи в первую очередь. Мы будем туда что-то записывать, потом что-то оттуда считывать. И эта область может быть достаточно большой, мы хотим 20 байт, мы хотим 60 байт, мы хотим 100 байт. Объявлять такие элементы в секции data жутко неудобно, потому что пришлось бы писать, например, 100 символов каких-то, которые были бы, например, пробельных или нулевых, что было бы просто слишком громоздко. А если по смыслу мы хотим просто область памяти такого-то размера, то секция BSS – это более подходящая, скажем так, нам область. Какая еще есть интересный технический момент отличия этих двух секций? Дело в том, что при превращении наших программ в объектные файлы и в машинные коды, элементы секции data реально занимают место, то есть эти байтики прям напрямую записываются в файл на жестком диске, в наш исполняемый файл. И если мы там в секции data объявили большой массив, то этот массив будет храниться на жестком диске. И во время запуска нашей программы байты будут все скопированы в оперативной памяти и уже доступны нам для работы. Секция BSS устроена чуть-чуть по-другому. Даже если мы запросили, допустим, в этой секции несколько десятков килобайт, то это не увеличит размер нашего исполняемого файла на жестком диске, потому что элементы этой секции, они скорее кодируют некоторые инструкции по тому, как запускать нашу программу. И эти инструкции говорят, что во время запуска нашей программы, то есть копирование ее в оперативную память и организация ее так называемого контекста исполнения, пожалуйста, выделите место вот в этот момент. И получается, эта память будет выделена именно в момент запуска нашей программы, а не изначально будет занимать какое-то место на жестком диске внутри исполняемого файла. Это позволяет, если нам нужно действительно неинициализированной секции очень большого размера, не платить размерами исполняемых файлов на диске, а просто операционной системой, точнее, часть операционной системы, которая будет выполнять запуск нашей программы, выделит эту память именно во время запуска. Ну и еще из таких вот дополнительных просто удобных моментов, это псевдоинструкция ECU или ECUAL, которая позволяет задавать какие-то константы в рамках NASM. Что значит константы? Это означает, что во время ассамблирования на самом деле будет подставлено конкретное значение вместо этой константы, ровно как вместо имен меток у нас подставляются адреса меток, вместо имени константы будет подставлено значение константы. И ECU позволяет сделать следующее. Она позволяет просто сказать, что это не будет какой-то объем памяти в секции data. Нет, это просто будет константа, как будто мы могли ее сами вписать во все строчки нашей программы. Но это удобно использовать для того, чтобы не плодить всякие числовые константы по коду. Как вот можно выглядеть интересный сценарий использования этой константы? Дело в том, что NASM позволяет нам во время ассамблирования делать некоторые простые вычисления для константов. В частности, вот такой специальный символ доллара в синтаксе NASM используется для того, чтобы обозначить адрес текущей инструкции. То есть мы помним, что каждая строчка ассамбленного кода переводится в какую-то машинную инструкцию, и у этой инструкции есть адрес, ну или данные, и у этих данных есть адрес. И вот вместо доллара во время процесса ассамблирования будет подставлен конкретный адрес. По сути, доллар – это адрес следующей инструкции после объявления вот этой нашей строки. А строка – это «Привет, мир!» и «Эй, шестнадцатеричная» – это десятка. В обычной нашей десятичной системе исчисления это символ переноса строки. Месседж – это метка и в то же время адрес в оперативной памяти. Минус – это как арифметическая операция. И вот здесь вот можно представить себе такую картину, как это трактовать. Давайте я попробую нарисовать этот кусочек. Если мы представим нашу оперативную память как вот такую вот ленту, состоящую из непрерывных ячеек, нашу раму, то где-то в оперативной памяти будут выделены ячейки под хранение нашей строки. В первую ячейку будет записана буковка «h» от слова «hello». В последнюю ячейку будет записана десятка. Это вот это вот наше шестнадцатеричное «a». И метка «message» у нас будет указывать на первый байт этой строки. Вот наша «message». На что же указывает доллар? Поскольку у нас вот эта вот строчка с объявлением «constant.ln» сразу идет после «message», то доллар будет указывать на следующий байт после нашей строки. То есть вот на этот. Если мы вычтем, а что значит указывать? То есть это адрес в оперативной памяти. Это число, номер ячейки. Если мы из вот этого вычтем вот этот, то получим, по сути, расстояние между ними в байтах или длину строки. В этом смысле это такая простая удобная инструкция для того, чтобы не держать в голове сколько там символов в этой строке, а просто попросить нас, нам это вычтеть автоматически. Более того, если мы потом решим исполнить исходный код нашей программы и добавить сюда символы или убрать, нам не нужно будет самим пересчитывать эту длину, она будет пересчитана автоматически во время ассамблирования. Вот такой вот удобный прием. Хорошо. Идем дальше. Различные форматы задания числовых константов. НАСАМ предоставляет на самом деле много разных вариантов. Мы можем писать их в десятичной системе исчисления, причем есть разные синтаксисы. Можно просто ничего не указывать, можно указывать ведущий ноль, можно указывать d, decimal, в качестве суффикса, можно 0d в качестве префикса. Все это будет в десятичной системе исчисления. Дальше есть сразу несколько форматов для даже задания шестнадцатеричной системе исчисления. Ну, мало ли где какой может встретиться. Можно писать в восьмеричной системе исчисления и можно писать в двоичной. Причем для двоичной есть такой вот удобный, ну и для других, мне кажется, тоже, возможность вставлять разделители. Просто нижнее подчеркивание. Потому что когда мы пишем очень много битиков, они начинают слипаться, и мы хотим как-то их поделить, например, по четыре бита, по восемь бит, чтобы прям визуально при чтении кода они нам как-то хорошо смотрелись. И вот для этого мы можем использовать такие форматы. Это просто информация к сведению. Может быть, вам она запомнится, что вот можно задавать в четырех разных системах исчислений. И когда потребуется, вы дальше посмотрите и вспомните сам синтаксис. Ну и давайте к основным командам. Мы часть этих команд уже использовали. Сейчас мы будем просто идти в шире, изучая, какие у них есть разнообразные варианты. Очень популярная и, наверное, самая популярная команда из архитектуры x86 – это команда move. Команда копирования данных. То есть или копирование, или пересылка, наверное, некорректная. Именно копирование данных из одного места в другое. Какие у нее есть форматы? Ну, во-первых, можно копировать из одного регистра в другой. В этом случае указываются после команды move два регистра, разделенные запятой. Первый регистр – это приемник, то есть куда мы будем копировать. Второй регистр – это источник, то есть откуда мы будем копировать. Важно, когда мы используем синтаксис move с двумя регистрами, чтобы размеры регистров совпадали. Например, мы не можем в регистр ax скопировать регистр ebx. Почему? Потому что ax имеет размер 2 байта, а ebx имеет размер 4 байта. Для команды move важно, чтобы размер источника и приемника полностью совпадали. Если мы попробуем такое написать, то ассемблер нам не сгенерирует ошибку во время попытки сассемблировать этот код. Какие есть еще варианты инструкции move? Кстати, что интересно, с точки зрения кодирования машинных инструкций, это все будут разные машинные коды. Просто именно в синтаксисе ассемблера нам немножко облегчают, так сказать, чтение, для того, чтобы не надо было нам задумываться, что копирование регистров и копирование констант в регистр — это разные машинные коды. Но вспомните машинные инструкции для процессора галя. Там действительно это были разные номера машинных кодов. Здесь же синтаксис ассемблера нам это скрывает, но сам нас превращает их в уже правильные машинные коды. Мы можем использовать синтаксис, когда в качестве приемника выступает регистр, а в качестве источника какая-то константа. Здесь причем вопрос, какой будет размер эта константа, то есть сколько будет реально скопировано байтов. Здесь ассемблер выбирает такую стратегию. Если в команде move участвует регистр, имя регистра, то имя регистра по сути определяет размер операции в байтах. Конкретно на второй строчке участвует регистр IAX. IAX — это 4 байта, а значит, что и 112 будет закодировано как 4 байта. То есть под 112 будет выделено 4 байта, причем только младший байт будет не нулевой, туда как раз запишется 112, а старшие 3 будут по нулям. Это можно увидеть, например, в листинге программы, что действительно там будет инструкция, где будет закодирована 4-байтовая константа. Вот это уже более интересные варианты, с которыми мы раньше не сталкивались. Мы можем указывать метки памяти. И это тогда означает, что нам нужно скопировать, есть два варианта. Мы можем просто указать метку памяти, и тогда метка будет идти как константа. А еще мы можем использовать синтаксис с квадратными скобками. Такой синтаксис как индексация массива. И вот этот синтаксис говорит нам о следующем. Надо скопировать те байты, которые хранятся по адресу count. То есть count – это метка, метка – это адрес, по этому адресу хранятся байты. Нужно скопировать байты, хранящиеся по этому адресу. Сколько здесь у нас есть имя регистра, она задает размер операции, значит, нужно будет, начиная с этого байта, скопировать 4 байта. Как запомнить вот этот синтаксис с индексацией? Я его всегда запоминаю так. Вспомним вот эту аналогию, что оперативная память – это просто одномерный массив. И я просто в уме всегда себе пририсовываю здесь большими буквами слово RAM – оперативная память. Давайте примерно покажу. То есть я в уме говорю, я считаю, что здесь как будто написано вот так – RAM, а дальше уже как индексация массива. Ну, вот так кривенько у меня получилось. И это означает, что у меня оперативная память, там индексация начинается с нулевого байта, и я беру как бы вот то, что хранится по этому номеру, этому адресу оперативной памяти. Вот мне кажется, вот это в уме при рисовывании квадратным скобкам вот буквы слова RAM – оперативная память – позволит лучше запомнить, что же означают квадратные скобки. То есть это обращение к оперативной памяти в нашей системе. Ну, а, собственно, откуда будет браться вот метк-аккаунт? Например, из секции Data, из секции BSS. Мы сегодня посмотрим на примерах. Можно и обратно. То есть поскольку память это нам будет доступно как на чтение, так и на запись, мы можем туда скопировать содержимое наших регистров. В этом случае тоже будет скопировано 4 байта. И есть еще вот такой вот вариант. Мы можем в оперативную память копировать константы. И здесь от нас потребуют такой вот интересной дополнительной специфики. Вот именно в этом случае от нас ассемблер потребует указать конкретно размер операции. Сколько там байтов будет скопировано. Почему? Потому что вот в этой форме записи не участвует имя регистра. А значит, нас не может из имени регистра вывести размер операции и будет спрашивать программиста. А как это можно задать? Ну, можно использовать, например, перед константой вот такой вот префикс, который будет говорить, каков ее размер в байтах. Ну, и какие там могут быть ходовые префиксы. Байт, один байт. Word, два байта слова. Double Word, двойное слово, 4 байта. Если мы забудем это указать, ассемблер выдаст нам ошибку и потребует. Вот если мы укажем, то ассемблер будет копировать 4 байта в данном случае. То есть вот начиная с этого адреса будет скопировано 4 байта подряд. Вот такие различные варианты использования MOVE мы можем встретить в архитектуре x86. Пойдем дальше. Кроме MOVE есть еще одна достаточно интересная специфическая команда. Она называется LIA или Load Effective Address. Она очень часто используется именно вот в этом синтаксисе с индексацией, то есть с квадратными скобками. Как она используется? Если бы там стояла MOVE, то мы бы попытались скопировать то, что хранится по этому адресу оперативной памяти. А LIA нам делает следующее. LIA копирует сам адрес. В чем интересное свойство этой операции? Она очень такая богатая с точки зрения того, что она умеет. В частности, она позволяет внутри этих квадратных скобок написать небольшое выражение. Не произвольное, но небольшое выражение. Вот здесь показано все, из чего выражение может состоять. То есть там может быть просто константа. Например, начало какой-то участка оперативной памяти. Там может быть сказано взять вот эту константу и к ней прибавить значение вот этого регистра из вот этого списка. И может быть совсем развернутая форма, которая говорит взять вот эту константу, прибавить значение регистра из этого списка и взять значение регистра вот этого, умножить на какую-то из всего вот этих четырех возможных констант и прибавить его. Для чего используется такой сложный синтаксис? На самом деле здесь вот есть подсказочка, потому что есть слово array. Такой синтаксис используется часто для того, чтобы организовывать индексацию двухмерных массивов. Как мы работаем всегда с двухмерными массивами? В языках программирования высокого уровня мы индексируем. Итая строка – житый столбец. Но если вспомнить идею, что оперативная память – это всегда одномерный массив, то становится хороший вопрос, а как же двухмерный массив там хранится? Там же нет строк и столбцов, там только получается номера ячеек. А происходит на самом деле упаковка. То есть просто двумерный массив разворачивается в одномерный. Давайте я так продемонстрирую, как это может выглядеть. То есть если у нас есть с вами какой-то одномерный массив, давайте я вот здесь нарисую. Допустим, 3 на 3. И в нем хранятся какие-то числа. Давайте я последовательно просто предположу, что мы там храним числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, как вы догадываетесь. И мы спокойно обращаемся там к нему, как к этой строке и к житому столбцу. Так вот у нас какой-то двухмерный массив. У него и ты, и житый элемент. А как же мы его располагаем в памяти? В памяти на самом деле мы его развернем просто в строку. Давайте я вот здесь нарисую. Вот наша одномерная оперативная память. И мы его, скорее всего, будем складывать. Ну, есть два варианта. Складывать по строкам, складывать по столбцам. Я продемонстрирую вариант, как можно его складывать по строкам. То есть мы сначала пишем первую строчку. 1, 2, 3. Сразу за ней мы пишем вторую строчку. 4, 5, 6. И сразу за ней пишем третью строчку. 7, 8 и 9. Вопрос теперь в следующем. А как мы правильно будем индексировать? Как мы возьмем наши вот эти иежи и превратим их в номер этой ячейки? То есть нам, похоже, сейчас нужно иежи превратить в один номер. Какую ячейку нам достать? Ну и вот здесь может работать вот такой прием. Мы, допустим, знаем, что у нас есть указатель на начало этого массива. Допустим, он хранится в метке A или в метке Array. То есть мы понимаем, что нам нужно взять вот эту самую метку A и отталкивать от нее, выбрать элемент. Как мы будем ее выбирать? Мы можем взять и сказать, если бы у нас это была первая строка, мы, во-первых, можем номера строк и столбцов начинать с нуля всегда для простоты. Если это была бы первая строка у нас, то мы бы просто здесь указали номер столбца. Но если у нас это вторая строка или третья строка, что делать тогда? Представьте, что мы с вами возьмем вот это вот I и умножим его на количество наших столбцов, например, на 3. И вот после этого мы прибавим номер столбца J. И будем считать, что у нас и строки, и столбцы начинаются с нуля. Вот тогда вот это выражение нам будет давать всегда правильный адрес. Потому что если это, например, элемент 0,1. Что такое 0,1? Первая строка, второй столбец. То тогда вот это выражение у нас превратится в следующее. Это будет A плюс 1. Если у нас все это 1 побайтово, то A плюс 1 – это вот эта вот ячейка, это двоечка. Все правильно. Первая строка, второй столбец. Если, допустим, у нас что-то посложнее, например, 1, 2. Тогда это у нас перейдет в следующее выражение. A плюс 3 плюс 2. То есть плюс 5. Мы можем так аккуратно посчитать. И увидим, что A плюс 1, A плюс 2, A плюс 3, A плюс 4, A плюс 5. Вот он наш элемент шестерка. А плюс 5. То есть вторая строка, третий столбец. Вот в таком варианте мы, получается, можем индексировать уже двухмерные массивы. Теперь немножко к синтаксису, собственно, команды le. Посмотрите, на что это похоже. Если мы в регистрах, в одном из этих регистров запишем номер строки умножить на количество столбцов, а в одном из этих регистров запишем номер столбца, то, по сути, это все дает нам возможность как раз индексировать двухмерный массив. Осталось понять, зачем нужно вот это умножение. Оно нам нужно, когда мы меняем размер ячеек. Вот в этом примере я предполагал, что каждая ячейка – это один байт. А что, если мы храним каждая ячейка – это два байта или четыре байта или восемь байт? В зависимости от того, какого размера числа мы там храним. Тогда здесь мы должны тоже это учесть в этом регистре. А вот здесь мы можем просто учесть, насколько нам нужно сместиться по количеству элементов, а при этом каждый элемент будет либо один, либо два, либо четыре байта. Вот благодаря вот такому развернутому синтаксису, который позволяет сразу делать некоторые простые арифметические операции, мы часто можем в основном коде встретить инструкцию LIA, которая в итоге нам сделает что? Она в регистре EDI загрузит вот этот вот сложный адрес. То есть она загрузит еще не значение по этому адресу, а именно сам адрес. После этого мы уже можем прочитать, что же хранится по адресу EDI. Как это сделать? Например, если в инструкции MOVE под квадратными скобками можно ставить имя регистр. И тогда это означает, нужно трактовать значение в регистре как адрес и оттуда его прочитать. Но это уже чуть-чуть поближе к какой-то теме, связанной с косвенной адресацией или даже указателями. Об этом поговорим позднее. Посмотрим следующие элементы, которые нам предоставляет ассемблер. Команды сложения и умножения. Достаточно простые с точки зрения целочистной арифметики. Очень важно, чтобы в команде сложения у нас были одинаковые размеры регистров, одинаковые размеры наших операций. Здесь правило такое. Первое слагаемое или первый элемент, первый оператор, оперант, он же выступает и приемником операции. То есть если мы пишем сложить EIX и EBX, это означает, что в EIX будет записана сумма. Если мы пишем сложить AL и CL, это означает, что в AL будет записана сумма. И так далее. Инструкция SAP ведет себя абсолютно таким же образом. И тот же самый элемент, что и SMOVE. Если у нас нет имени регистра в этой операции, то мы должны явно указать размер операции, например, указав размер константы, чтобы ассемблер знал, какой код сгенерировать. Это вычитание 1-байтовых, 2-байтовых, 4-байтовых или 8-байтовых. Важно помнить, что сложение и вычитание – это арифметические операции. И они каждый раз, когда мы выполняем любую из этих операций, она в результате устанавливает значение вот этих флагов. Флага нуля, флага знака, флага переполнения, флага переноса, флага четности, на основании которых мы потом можем делать условные переходы. Кроме вот таких двух вариантов просто сложения и вычитания, есть еще их разновидности, расширения. Это сложить с переносом и вычесть заимствование. Что это такое? У нас может возникнуть, например, следующая задача. Что если мы хотим складывать 8-байтовые числа? А все, что нам позволяет делать ассемблер x86, это складывать 4-байтовые числа, потому что регистры только по 4 байта. Мы, конечно, можем сделать так. Мы можем разбить 8-байтовые по парам, младшие 4 байта, старшие 4 байта. Сначала сложить младшие 4 байта, потом сложить старшие 4 байта. Но ведь при сложении младших 4 байтов у нас мог быть перенос. И нам обязательно нужно учесть его при сложении старших. А перенос у нас сохраняется в флаге CF. И вот как раз команда сложить с переносом, она делает так. Она складывает свои аргументы и еще добавляет как бы либо нолик, либо единичку, больше ничего в переносе быть не может, из флага CF, в зависимости от того, что там сохраняется. Таким образом, имея комбинацию обычного сложения, который можно использовать, например, для младшего разряда, и сложение с переносом, которое можно использовать для старших разрядов, мы, вообще говоря, можем научить написать программы, которая складывает 8-байтовые, 16-байтовые, 32-байтовые и так далее. Иногда бывает вопрос, зачем это вообще бывает нужно. У меня сразу в голове всплывает задача прикладной криптографии. Дело в том, что современная криптография, она очень математизирована. По сути, криптография – это раздел математики. И ее элементы оперируют обучше. И вот там нужно уметь их складывать, даже перемножать, вычитать. И вопрос, как это запрограммировать на процессорах, на которых нет такого размера регистров. Оказывается, можно, нужно просто иметь вот такую вот команду, например, сложения с переносом. И есть у нее брат, такой близнец в противоположную сторону. Это вычитание с заимствованием. То есть та же самая идея. При вычитании мы можем узнать, что у нас было заимствование в одном из разрядов. Нам они, наверное, для практики не пригодятся. У нас все вроде должно помещаться в 4 байта, но это тоже для того, чтобы знать, какие инструменты в нашем распоряжении есть. Более простые операции. Инкремент и декремент. Очень часто бывает нужно в программировании, в принципе, те либо иные переменные уменьшать и увеличивать на единицу. На различные счетчики. Плюс-минус 1. Для этого специально введены две отдельные операции, которые просто требуют, например, указать либо регистр, либо участок оперативной памяти. И тогда сказать, сколько там байтов лежит в этом участке. И он произведет на деме соответствующую операцию. Они также относятся к арифметическим. В общем, они устанавливают значения соответствующих флагов. Единственное, что они не трогают флаг переноса. Еще из арифметических чисел операция neg, негатив, изменяет знак числа. Ну, по сути, вычисляет дополнительный код для него. И команда compare, мы уже изучали ее до этого, она сравнивает два числа. Причем для сравнения она использует просто вычитание. Результаты этого вычитания не сохраняются, но флаги остаются, флаги меняются. И значит, после compare мы можем сразу делать условные переходы, которые считывают значения флагов. И на основании значения флагов мы можем понимать, одно число было меньше другого, больше другого, равно и так далее. Подошли мы к следующим арифметическим операциям. Это беззнаковое умножение и деление. И вот с ними будет такая забавная история. Дело в том, что у них есть разные варианты, которые заточены под разные размеры оперантов. Однобайтовый, двухбайтовый, четырехбайтовый. И они себя очень специфически ведут и задействуют часто даже неявные регистры. Как работает эта операция? Во-первых, операция умножения, у нее только один аргумент. Вот у MUL может быть только один аргумент. И это будет делитель. Вопрос, где же делимое? А здесь ответ на вопрос, где же будет… Точнее, как MUL, прошу прощения, это умножение. Поэтому единственный оперант – это один из множителей. Вопрос, где же будет второй множитель? Я начал рассказывать про деление, про диф. Откуда будет взять второй множитель? Зависит от размера операции. И вот здесь есть небольшая табличка, которая это раскрывает. Итак, допустим, мы умножаем, то есть в качестве аргумента MUL у нас 1-байтовый регистр. Тогда у нас будет следующая логика применена. В качестве неявного второго множителя, то есть который в синтаксисе его не будет, но MUL будет так работать, будет взято число, которое хранится в регистре AL. AL – это тоже 1-байтовый регистр. Результат перемножения 2-1-байтовых, вообще говоря, может занимать 2-байта. То есть результат умножения 2-1-байтовых – это 2-байта. Поэтому нам нужно теперь найти, куда сохранить в 2-байта. И идея такова. Берется регистр AX, вот он уже 2-байта, и туда сохраняется результат нашего умножения. Здесь можно еще понять логику. А вот следующая, она уже такая менее тривиальная. Что если мы хотим перемножить 2-байтовые числа? Тогда логика такова. Если мы в качестве аргумента MUL указываем 2-байтовый регистр, например, BX или CX, то второй множитель должен быть записан в регистре AX, и перемножение 2-2-байтовых чисел на самом деле дает 4-байтовое число. И вот вопрос, куда его записать. Казалось бы, у нас есть EAX, но нет. Эта инструкция имеет еще обратную совместимость с процессором 286, где не было регистра EAX, а там был только AX и его собратья. Поэтому здесь начинает подключаться регистр DX. Мы берем получившиеся 4-байта результата, разбиваем их на старшие и младшие 2-байта. Младшие 2-байта инструкции, младшие процессоры сохраняют в регистре AX, а старшие 2-байта в регистре DX. Вот такое неожиданное поведение. Если этого не знать, то можно напороться на то, что почему-то команда умножения перезатирает регистр DX, записывает туда свое значение. На самом деле туда записывается старшие 2-байта умножения. Такая инструкция нужна была для 16-битных процессоров, где не было этих 4-байтных регистров. А вот если мы хотим перемножить теперь 4-байтные, там тоже возникает в принципе похожая проблема. Результат перемножения 4-байтных – это 8-байт. Но здесь уже есть некоторая преемственность. Здесь также эти 8-байт делятся на младшие 4-байта и старшие 4-байта. Младшие 4-байта записываются в AX, старшие 4-байта записываются в EDX. Вот так вот работает команда умножения в X86. Команда деления выглядит похожим образом. Важно помнить следующее. У беззнакового деления в качестве ответа 2 числа, потому что это целочисленное деление. Это не деление чисел с плавающей точкой. А в целочисленном делении, в результате деления, у нас получается частный и остаток. Поэтому процессор сохраняет и частный, и остаток. Вопрос только куда? Как запомнить это? У команды div тоже есть только один аргумент. Он же задает размер операции. И у нас есть такие варианты. Допустим, у нас у div аргумент 1-байтовый, например, bl. И это будет как раз делитель. Вопрос, где же делимое? В этом случае процессор считает, что делимое располагается в регистре AX. Причем, смотрите, как интересно. Мы 2-байтовый регистр делим на 1-байтовый. Это абсолютно разумная операция. И в результате мы получаем 2 числа. Частное записывает в регистр AIL. И остаток записывается в регистр AAH. Это как интересно. Вроде AX, там было делимое. А в итоге на этом же месте записываются уже 2 разных числа. Их надо трактовать как разные числа. Потому что иногда нужно частное, иногда нужно остаток. И если мы делаем 2-байтовое или 4-байтовое деление, здесь снова задействуется вот эта пара. DXAX. Например, если мы делим 2-байтовое деление, то есть у div 2-байтовый аргумент, например, CX, то тогда процессор считает, что мы делим как бы 4-байта на 2-байта. И где эти 4-байта располагаются? Младшие 2-байта в AX, старшие 2-байта в DX. В итоге мы также сохраняем частный остаток. Частное теперь будет записано в AX, остаток в DX. И вот если забыть вот этот вот элемент, то можно столкнуться с очень непонятным результатом нашего деления. Оказывается, перед тем, как поделить с помощью div, мы должны либо в DX записать старшие байты, либо если у нас число на самом деле помещается в 2-байта в AX, мы должны DX обнулить. Потому что если мы его не обнулим, то у нас как раз число, которое мы делим, будет совершенно другое. Это старшая часть этого числа будет то, что тогда записано в регистре DX, а младшая то, что в AX. Поэтому важно это не забывать и перед операцией деления беззнакового использовать обнулять DX. Ну и если мы делаем 4-байтовое деление, здесь уже логика похожа на предыдущий шаг, только используется пара EDX-AX. Также частное сохраняется в AX, а остаток в EDX. Вот такое нетривиальное, скажем так, для запоминания свойство для этих двух операций. Но если к этому немножко привыкнуть, то дальше становится попроще. Кроме беззнаковых умножений, есть более, скажем так, совершенные формы, более удобные – это знаковые умножения и деления. Имена этих команд идут с префиксами I. В отличие от своих предыдущих собратьев, они гораздо более мощные. Дело в том, что они поддерживают разное количество операндов. Так и у IMOLE и у IADIF может быть один оперант, и тогда логика того, какие регистры там участвуют, она абсолютно эквивалентна беззнаковым аналогам. Но мы можем использовать два операнда, тогда это больше похоже на синтаксис вложения или вычитания. И есть даже такой вариант, можно использовать три операнда. Вот такого аналога напрямую нет, когда мы можем указать, например, два регистра и какую-то константу или участок памяти. И тогда мы в первый аргумент регистра запишем результат умножения второго аргумента, регистра или памяти, на третий аргумент – это константа или память. Вот эти вот способ записи, так кодируется, например, в интеловском руководстве, какие форматы поддерживает эта инструкция. И буковка R означает, что здесь может быть указан регистр. Буковка M означает, что здесь может быть указан адрес памяти, и тогда будет взято значение по этому адресу памяти. Буковка I указывает на то, что там может быть константа. Вот как таковая. Или слэшек означает, что либо то, либо то. И здесь тогда понятно, что есть небольшие ограничения. Например, вот в такой форме в качестве первого аргумента Imole может быть только регистр. А вот в качестве второго аргумента может быть или регистр, или память. То есть это там непроизвольные все комбинации поддерживаются, поддерживаются достаточно вот такое ограниченное число. И есть еще целая серия вспомогательных инструкций, которые как раз помогают в том числе правильно выставлять значения старших байтов, например, тех чисел, которые мы делим. По сути, это важно бывает для знакового деления. Почему? Потому что в знаковом делении нам, если число положительное, то нам, например, мы хотим Ix поделить на что-то, мы должны что-то записать в EDX. Если число положительное, мы в EDX должны записать 0. Но если в Ix число отрицательное, мы должны его расширить также до отрицательного. И это означает, на самом деле, что в EDX надо записать все единички, битовые, битые все единички или шестнадцатичные F-ки. Именно тогда это будет корректное расширение на 8 байт. И для того, чтобы эту логику не реализовать вручную, есть просто специальный набор инструкций, которым как раз расширяет значение регистра с учетом знака. Например, AL расширяет до AX или AX до вот этой пары, или AX до EAX, или AX до вот этой пары. То есть когда у нас будут какие-то операции знакового деления или умножения, могут у нас вот эти инструкции, естественно, появляться. Ну что ж, идем дальше. И здесь делаем сейчас небольшой перерыв от изучения именно ассембленных инструкций и поговорим о полезных инструментах, которые могут помочь нам быстро находить какие-то проблемы в наших программах или исследовать, как они себя ведут. Это инструменты-отладки. И в частности рассмотрим такой отладчик, как GDB. GDB – это сокращение от GNU-дебаггер, который позволяет отлаживать, на самом деле, программы на разных языках программирования. В том числе позволяет отлаживать программы на языке ассемблера, написанные с использованием NASPA. Здесь приведена краткая справочка, какие есть, так сказать, основные команды. Дело в том, что GDB – так называемый командный отладчик, то есть у него в основном не графический интерфейс, а командный интерфейс. То есть надо команды вводить, как вот команды в терминале. И с помощью этих команд смотреть, что же может происходить. Можно запускать программу, можно ставить точки останова. То есть, например, указать, что когда мы дойдем до вот этой вот либо строки, либо вот этой метки, нужно остановить выполнение и дать возможность нам поизучать, что сейчас с нашей программой. Мы можем переходить к следующей инструкции. Вот next instruction – это именно перейти к следующей машинной инструкции. Просто next – это в основном используется на языках высокого уровня. Это перейти к следующей строке. В случае с ассемблером это будет абсолютно эквивалентной операцией. Следующая команда – это step instruction. Это нам пригодится чуть попозже, когда мы будем говорить о программах. Можно просто продолжить выполнение, посмотреть значение регистров. Очень важный момент – напечатать какое-то значение регистра или завершить выполнение. Поскольку эти команды предполагается набирать на клавиатуре, для, скажем так, ускорения у них у всех есть короткие сокращения. В частности, вместо того, чтобы набирать run, можно просто набрать команду r. Вместо команды next instruction, очень такой длинный, можно набрать next i или ni. вместо команды длинный inforegisters можно набрать просто ir, то есть по первому букву и так далее. Давайте посмотрим, напишем какую-то программу в качестве примера как раз с использованием арифметики для x86 и вот тех элементов, которые мы уже изучили, и посмотрим, как мы можем с помощью отладчика GDB поработать с этой программой. Для этого я переключусь сейчас на текстовый редактор и терминал и попробуем написать какую-то программу, например, программу для вычисления наибольшего общего делителя по алгоритму эвклида. С чего мы начнем? По традиции мы подключим файл с макросами. Мы здесь не будем делать никакого ввода-вывода, но вот макрос-финиш, который аккуратно завершает нашу программу, нам потребуется. Помним, что нам нужно объявить метку старт как глобальную, а вот дальше я начну не с секции машинных кодов, секции текст, а с секции данных, потому что я хочу объявить два числа, две области памяти, одну с меткой A, в которую хочу, например, записать 169, другую с меткой B, каждый по 4 байта. Хочу записать 39. Вот для этих чисел мы и будем искать наибольший общий делитель. Можете быстренько сейчас в голове посчитать, какой там должен быть результат. После этого я уже могу указать секцию машинных кодов и метку старт. И вот здесь хочу сказать, что вот в таком синтезисе программы прям архиважно объявить метку старт глобальной. Может быть, вы помните, что если забыть указать вот эту инструкцию на пятой строке, то в принципе с предупреждениями, но только с предупреждениями, наша программа ассамблировалась и компоновалась. Но компоновщик выдавал предупреждение о том, что он не может найти метку старт, тогда он делает ее по умолчанию такой. Вот сейчас, если забыть указать ее как глобальной, то компоновщик может, например, начать выполнять с секции вот этих наших данных. Возможно, нет. Скорее, это все равно будет разнесено по правильным элементам. Но вот здесь, когда мы видим, что уже не с секции текст вообще начинается наша программа, наличие глобальной метки старт может быть для нас очень важным. Как будет выглядеть алгоритм? Ну, мы его уже когда-то смотрели и программировали на более простом ассэмблере Галя, поэтому я здесь сам алгоритм уже описывать не буду. Он, по сути, итерационно делит A на B и постоянно перезаписывает эти переменные. Вплоть до того, пока B не будет равно нулю. Поэтому вот начну я вот с этого. Сравню я B с нулем. Мы A и B будем менять постоянно. Если оказалось, что они равны, тогда я перейду на некоторую метку end, конец, завершение нашей программы. Иначе я хочу поделить A на B, и меня интересует остаток отделения. Поэтому я в регистр EX копирую значение A. В регистр EDX я записываю 0. Вот я сейчас буду делить 4-байтовые числа, и в этом случае на самом деле делится содержимое регистра EDX как старшие 4-байта и AX как младшие 4-байта, и я должен здесь записать этот EDX 0. Я мог бы использовать альтернативный синтексис, я мог бы указать вот так. Это как раз использует ту самую инструкцию расширить AX на регистр EDX. И вот это бы сработало даже в том случае, если бы у нас были бы знаковые операции. Но здесь для простоты я хочу использовать просто явное присваивание регистра EDX 0. Теперь я в EBX перемещаю значение по адресу B и выполняю команду деления. Вот в качестве аргумента у нее выступает только один-единственный регистр EBX. При этом что происходит? При этом на самом деле берется вот эта пара регистров, и она как раз и делится на EBX. И у нас получается два ответа. Частная у нас отправляется в EX, а остаток, ремайндер, у нас отправляется в EDX. Значит, мне сейчас будет нужен именно остаток, потому что в алгоритме Евклида важен именно остаток. Дальше я делаю следующее присваивание. Я теперь вместо A записываю на самом деле значение B. Но вот просто так скопировать из памяти в память у меня не получится, поэтому я здесь могу, помня, что в EBX у меня сейчас именно значение B, которое было, я могу просто скопировать в область памяти A значение EBX. А вот вместо B я теперь хочу скопировать остаток по сути нашего алгоритма. И я помню, что остаток у меня от деления, он в регистре EDX. По сути, вот это вот вся итерация алгоритма Евклида. После этого мы просто делаем безусловный переход на старт и снова начинаем проверку. Если B равно 0, тогда только мы выходим на конец, иначе мы снова делаем вот это деление. Итак, где-то у нас должна эта ситуация закончиться. Мы можем завершить нашу программу. Ответ будет находиться в области памяти A. То есть по сути алгоритма, как только B дойдет до нуля, то A будет ответ. Там будет как раз наш наибольший общий делитель. Давайте попробуем программу эту собрать и позапускать с помощью нашего отладчика. Как вы видите, у нее нет ввода-вывода. Я специально здесь ее упрощаю. То есть все, что будет происходить внутри программы, как будет что-то меняться, мы будем смотреть в отладке. Вот наша программа. Я ее собираю. И вот во время сборки сейчас будут некоторые дополнительные элементы. Посмотрите внимательно. Я добавляю дополнительные ключи, которые мы раньше не использовали. Это ключ минус G и ключ минус F дварф. Что это такое? Эти ключи будут важны и использоваться именно отладчиком GDB для того, чтобы правильно считывать исходный код нашей программы. По сути, вот эти опции говорят Assembler NASM, что нужно в выходной файл добавить отладочную информацию, чтобы эта отладочная информация могла впоследствии использоваться отладчиком GDB. Без них это тоже будет возможно, но будет неудобно, скажем-то, не всегда удобно с этим оперировать. Поэтому лучше вот эту информацию добавить. Пробуем Assembler. Нам говорят, что не можем открыть файлик stoday.inx. Скорее всего, это потому, что в текущей директории его нет. Можно убедиться в том, что его нет в текущей директории. Но если я правильно помню, он есть в директории верхнего уровня. В этом примере он лежит. Поэтому я сейчас делаю вот такой еще трюк. Я не буду копировать сюда этот файлик. Я просто укажу с помощью опции минус i большое, что все файлы, которые мы хотим подключать с помощью include, «Пожалуйста, поищи в директории точка-точка». «Точка-точка» — это директория верхнего уровня. Точка-точка slash, то есть именно в той директории. Вот эта фатальная ошибка исчезла, но я вижу, что у меня есть еще какая-то ошибка. Причем именно ошибка, то есть Assembler не удалось сделать свою работу. Она располагается на 13-й строчке моего файла, и звучит она так. Размер операции не определен. Давайте смотреть, что же находится на 13-й строчке. На 13-й строчке у нас сравнение, и мы думаем, что же здесь пошло не так. И вспоминаем, NASM умеет сам вычислять размер операции, когда в машинной инструкции участвует какой-то регистр. Тогда размер регистра задает размер операции. Здесь же у нас операция сравнения, и мы говорим, что это какая-то память и какая-то константа. И NASM не знает точно. Мы хотим сравнить что? Мы хотим сравнить как 1-байтовые, как 2-байтовые или как 4-байтовые. Причем вроде бы подсказка-то есть, но вот эта инструкция о том, что под B надо выделить 4 байта, она Assembler здесь используется только во время построения секции data. Потом все, что остается от B, это метка. То есть программист сам должен помнить, на какой размер участка памяти это B указывает. Assembler здесь за нас это помнить не будет. И вот здесь, может быть, проявляется такое очень большое удобство в языках программирования высокого уровня, даже в языке C, где, когда мы объявляем переменную, неотъемлемой частью любой переменной является ее тип, а значит и размер в байтах. И компиляторы языков высокого уровня, они как раз эту информацию используют и помогают нам автоматически, генерируя код для тех размеров, которые нужны. В случае же Assembler это не происходит, и мы должны явно указывать размеры операции, если Assembler не может их вычислить из размера регистра. Как это сделать синтаксически? Мы видели с вами, что можно перед константой указать вот такой вот спецификатор, который укажет, какой должен быть ее размер. DWORD это будет двойное слово. Вот давайте проверим, достаточно ли это было для того, чтобы вот эту ошибку устранить. Я снова сохраняю файл, прошу прощения, и пробую ассемблировать нашу программу. На этот раз никаких предупреждений нету, значит, все хорошо, и мы можем ее скомпоновать. Для этого указываем правильные опции. Тоже никаких предупреждений. Можем, конечно, нашу программу запустить, но никаких ошибок она не выдает, но и ничего не печатает на экран, потому что здесь у нас нет печати. Как мы можем дальше понять, все же там происходит в порядке или нет? На самом деле мы можем использовать этот прием, печатать так, как умеем. Например, умеем мы печатать в лунарной системе счисления. Или мы уже сделали программку, которая умеет печатать числа в десятичной системе счисления. Тогда можно использовать их. Другая возможность, если мы, например, эти программы еще не написали, но мы все равно хотим понять, там правильный логик или нет, это запустить нашу программу в отладчике. Давайте попробуем это сделать. Для этого я указываю отладчик GDB и в качестве параметров указываю имя нашей программы. Запускаем его. По сути, после вот этой общей информации нам просто выпадает командная строка GDB, и он предлагает нам вводить какие-то команды. Какие команды у нас есть? Например, есть команда list, которая распечатывает исходный код нашей программы. То есть вот мы можем несколько раз ее указать. Каждый раз он печатает следующие 10 строк. Мы можем в качестве параметра указать, начиная с какой строки печатать. Например, пожалуйста, напечатай нам вот десятую строчку, плюс-минус 5 строк от нее. Есть сокращенный вариант по буковке L. Вот такой вот вариант мы можем использовать. Дальше есть команда останова. Если мы просто нажмем, кстати, сейчас run, то произойдет следующее. В общем, наша программа запустилась и вышла нормально, потому что мы не поставили ни одной точки остановы, она просто вся пробежала. Если же мы хотим, чтобы где-то остановилась, я сейчас с помощью комбинации Ctrl-L очищу экран, то нам нужно выполнить команду break. В качестве параметров мы можем использовать различные, например, имена меток. Я могу указать метку start. И тогда GDB нам пишет, что установлена метка start в таком-то файле на 13-й строке. Почему на 13-й? Хотя сама метка объявлена на 12-й. Напоминаю, что метку указывают на следующую инструкцию. А следующая инструкция у нас как раз на 13-й строке. Поэтому именно туда была метка. То есть там именно будет точка останова. И вот теперь, если я запущу run, или давайте более короткий вариант, просто r, то GDB сказал, что он запустил эту программу и сработала точка останова на 13-й строке. Вот он говорит, что мы сейчас готовы выполнить вот эту инструкцию. Она еще не выполнилась, то есть это будет следующая инструкция, которую наша программа будет выполнять. Что мы можем сделать вот в таком режиме, когда мы как бы остановились в процессе выполнения программы? Мы можем посмотреть содержимое регистров. Кстати, работает автодополнение. Например, если я начну набирать имя и потом нажму кнопку на клавишу tab на клавиатуре, то видите, он автоматически мне дописывает имя команды. Здесь нам распечатываются все наши регистры общего назначения. Вот они, 8 штук. Их значение распечатывается в 16-ричном и в 10-тичном формате. Ну, для некоторых только в 16-ричном, потому что вот эти регистры мы потом узнаем, у них будет специальное, так сказать, назначение. Распечатывается счетчик команд, просто его значение, и, например, относительно какой-то метки. Распечатывается регистр флагов, причем он распечатывается полностью в 16-ричном формате, а потом вот в квадратных скобках написано, какие сейчас флаги подняты. По сути, из всего, что там есть, сейчас поднят флаг IF. Interruption флаг как раз, флаг перехвата. Этот флаг используется именно для отладки. И есть еще вот такой вот набор регистров, так называемые сегментные регистры. Мы их с вами особо не затрагивали, и для нашего курса они сейчас не нужны, поэтому их мы можем просто игнорировать и на них не смотреть. Есть более короткая команда IR, которая тоже нам распечатывает регистры. Ну вот давайте повыполняем нашу программу и посмотрим, как будут меняться значения регистров. Итак, как ее выполнять? Я могу использовать вот такую вот длинную команду, а могу просто next time. Вот у нас сейчас выполнилась предыдущая команда, команда, которая была на нашей 13-й строке. Вспоминаем, что она делает. Она вычитает из B0, но результат никуда не сохраняет, только устанавливает флаги. Мы можем попробовать посмотреть, что у нас сейчас с флагами. Обратите внимание, у нас поменялся регистр флагов. До этого у него был только один флаг установлен, сейчас у него остановился еще флаг четности. Ну, скорее всего, это связано с тем, что результат нашей операции был четный или нечетный. По идее он был четный. Но флаг четности все равно установился. При этом прыжка у нас не будет, потому что, если вы помните, то прыжок смотрит на флаг нуля. Флаг нуля у нас сейчас опущен. Значит, никакого перехода не будет. И если мы сейчас выполним следующую инструкцию next time, то мы сразу перейдем на 15-ю строчку, а не прыгнем на конец. И у нас там будет инструкция перемещения, копирования в регистр. Кстати, если я подряд делаю next time, то не обязательно даже набирать их на клавиатуре, потому что по умолчанию, если просто нажимаю enter, gdb повторяет последнюю операцию. Тоже бывает удобно. Вот он сейчас повторил операцию next time. У нас выполнилась вот эта операция. Вот эта сейчас будет выполняться. То есть мы можем увидеть результаты работы. Мы можем распечатать полностью все регистры. И вот здесь мы видим, что у нас поменялся регистр я и x. Там теперь число 169, десятичное. Можно делать попроще. Можно распечатывать только значение конкретного регистра с помощью команды print. И вот в таком формате мы используем доллар для того, чтобы пометить специальным символом, что это сейчас дальше будет идти имя регистра. И печатаем его значение. Или сокращенный вариант, буковка p, начало команды print. То есть мы так можем распечатывать содержимое любого регистра. Иногда вот этот вывод, он для нас избыточен. Еще команда p может печатать значение по меткам. Мы можем указать ей метку и попросить распечатать, что сейчас там располагается. Но если это сделать просто вот в таком формате, то тогда gdb скажет, что он знает, что такое метка a, но он не знает, какого типа эта метка. Поэтому он попросит представить ее тип. Как это можно сделать в синтаксисе gdb? Можно использовать вот такой вот синтаксис. Это чем-то напоминает синтаксис языка c, когда мы в круглых скобках указываем, к какому типу нужно привести вот этот адрес. Int – это целочисленный тип, обычно 4-байтный на этой платформе. И вот если мы его распечатываем, то тогда у нас как раз печатается сразу корректно 169. Давайте посмотрим следующее выполнение нашей программы. Итак, теперь мы выполняем вот эту операцию. У нас в ebx и так 0, но все равно хорошо быть в этом уверен. Копируем в ebx, и вот сейчас мы готовы производить деление. Давайте вот перед делением еще раз посмотрим на содержимое регистров. Итак, что на что мы будем делить? Мы будем делить ex, причем ebx равен 0, поэтому старшие 4 байты будут нулевые, младшие 4 байты будут равны 169. Мы будем делить на регистр ebx, в котором записано сейчас 39. При этом частная от этой операции запишется в ebx, а остаток запишется в ebx. Давайте выполним операцию. Вот выполнилась операция деления, и снова выведем значения наших регистров. Вот смотрите, как они поменялись. Я думаю, что можете посчитать быстро в голове или на калькуляторе, что если 169 поделить на 39, то частная будет 4, а остаток будет 13. И вот частная записалась в ex, а остаток записался в ebx. Наши операции. И, собственно, дальше понятно, что мы сейчас будем идти вот так вот по циклу. Давайте выполним несколько шагов. Например, мы сейчас поменяли значения a и b. Можем посмотреть, чему они теперь равны. То есть в a теперь оказалось 39, а в b оказалось 13. И мы готовы сделать с вами безусловный переход снова на следующую итерацию нашего цикла. Сделаем ее. Снова сравниваем b с нулем. b, как вы видите, пока еще совсем не равен нулю, поэтому прыжка у нас здесь не будет. Ну и готовим новые аргументы для нашей операции. Вот сейчас мы снова будем делать деление. Давайте посмотрим, на что мы будем делить. Теперь мы будем делить 39 на 13. Вот здесь вот прям чувствуется, что остаток уже будет равен нулю. Выполняем эту операцию. Смотрим, что у нас получилось. Итак, частная 3, остаток 0. Копируем, соответственно, остаток в b. И вот теперь, если мы посмотрим содержимое, то в a у нас 13, а в b у нас 0. То есть, похоже, сейчас, когда мы дойдем до операции сравнения, у нас уже цикл наш завершится. Давайте проверить. Итак, вот она операция сравнения. Можем посмотреть, чему сейчас равны значения флагов. У нас также просто установлен только флаг прерывания. Выполняем эту операцию. Смотрим снова на значение флагов. Обратите внимание, что у нас теперь поднят флаг 0. А прыжок jump equal, он именно смотрит на флаг 0. И вот сейчас, если мы выполним следующую, обратите внимание, мы сразу переходим на finish, на конец, на 24. И выполняя эту инструкцию, ну или то, что там находится внутри. Мы завершаем нашу программу. Можем все это пробежаться побыстрее, но вот такой командный режим иногда бывает не очень удобен. В принципе, да, он позволяет постепенно выполнять нашу программу. Иногда хочется какой-то вот хотя бы небольшой, такой сказать, намек на графический режим. И в этом смысле у GDB есть такая возможность. Например, у него есть такой псевдографический режим, который позволяет несколько окон выводить для отладки нашей программы. Например, есть такой вот команды layout, у которой есть несколько параметров. В частности, здесь параметр rex, регистры. И если мы ее выполним, то нам тогда выведут картинку вот в таком формате. То есть у нас как бы несколько окошек. Если мы запустим нашу программу, они начинают заполняться только, когда мы ее запустим, то у нас здесь может быть одновременно виден и код, ассемблерный код нашей программы, и наше командное окно. Обратите только внимание, какой ассемблерный код. Он не относится к синтаксису Intel, он относится к синтаксису AT&T. Поэтому мы можем сделать вот такое вот указание. Переключить GDB с синтаксиса AT&T на синтаксис Intel. Но это все равно пока еще не самый красивый вариант, поэтому мы можем подобрать другой layout. Например, layout с исходным кодом. Вот если мы сассемблировали нашу программу с специальными флагами, минус G и минус FDwarf, то тогда, если мы попросим открыть вот этот layout с исходным кодом, там будет именно исходный код нашей программы. Есть активный, так сказать, layout. Вот сейчас он выделен по рамочке черным вариантом. Если я нажимаю стрелочки вверх-вниз, то видно, что я вот так вот листаю вариант. Если я хочу переключиться на командное окно, чтобы там с помощью стрелочек, например, выбирать, то я могу нажать, по-моему, Ctrl-O. После этого, вот посмотрите, я сейчас тоже нажимаю стрелочки вверх-вниз, но я как бы переключаю историю команд в GDB. Если я хочу вернуться и полистать исходный код, я могу нажать Ctrl-X-O, и вот я теперь листаю его. Что еще можно попросить вывести? Можно попросить вывести нам значение регистров. И вот тогда у нас как бы такие три окошечка. То есть мы с вами одновременно видим исходный код, мы видим с вами одновременно значение регистров, и у нас есть командное окно. Значит, если мы сейчас начнем выполнять наши команды, мы будем видеть, как все это динамически будет меняться. Давайте попробуем. Итак, в окне регистров нам будут подсвечивать, какие регистры поменялись в ходе выполнения предыдущей команды, а в окне исходного кода нам будет подсвечивать, какая сейчас следующая строка готова для исполнения. То есть когда мы нажмем еще раз Next Instruction или просто повторим предыдущую команду, какая будет исполнена. И вот в таком режиме мы можем вот так вот как бы делать построчное выполнение, наблюдая за тем, как меняются значения наших регистров и как осуществляются переходы. Вот мы перешли на финишную прямую, на наш финиш. Если мы дальше сделаем несколько шагов в рамках финиша, то нам скажут, что все, ваша программа успешно завершилась. Чтобы из этого режима вернуться обратно, то можно нажать либо комбинацию Ctrl X A, и эта комбинация позволяет переключаться между вот просто командным режимом и отображением, либо можно набрать команду ToeDisable, которая нам отключит полностью этот режим. А Ctrl X A нам снова ее включает. Или ToeEnable. То есть Toe это Text User Interface, ToeDisable нам отключает это отображение, ToeEnable нам его включает обратно. GDB на самом деле является достаточно мощным инструментом. Может быть, у него нет такого развесистого именно графического пользовательского интерфейса, но с точки зрения вот именно какие он поддерживает команды и возможности, это очень мощный инструмент, который может быть использован при отладке достаточно сложных приложений. Ну, в частности, он позволяет нам отлаживать код на языках ассемблера. На этом тогда с этим примером все. Когда мы хотим завершить работу с GDB, мы можем набрать команду quit и вернемся в терминал нашей программы. Можем что-то поменять в наших исходных кодах, еще раз ее пересобрать. Кстати, обращаю внимание, чтобы отлаживать версию после изменения, нам нужно снова будет полностью собрать нашу программу и снова запустить ее в отладчики. И вот тогда мы уже будем отлаживать новый вариант. Давайте вернемся на слайды и продолжим следующую тему после GDB. По поводу условных и безусловных переходов. Есть такой спецификатор, который нам указывает, какой будет вид перехода. И всего нас поддерживает три вида перехода. Во-первых, так называемые дальние и ближние. Дальние нас совсем не интересуют, потому что они используются в другой модели памяти. Нас будет интересовать так называемые ближние и короткие, near и short. Чем они отличаются? На самом деле короткие переходы – это переходы, которые используются по умолчанию во многих командах прыжков. И они позволяют нам прыгать на расстоянии плюс-минус от 127 до 128 байтов относительно того значения счетчика команд, где этот прыжок встретился. Почему именно такой диапазон? Ну, прям видно, что это диапазон, который можно закодировать с помощью одного байта знакового. И короткие прыжки, они при кодировании в машинных инструкциях занимают меньше места. То есть они порождают меньше объем машинных команд. Но иногда у нас прыжок нужно осуществить на гораздо большую дистанцию. И в этом случае, если мы попробуем использовать прыжок по умолчанию, то может выскочить вот такая ошибка, что прыжок, который вы хотите сделать, он находится за пределами нашего диапазона. В этом случае нужно у команды jump использовать спецификатор near, то есть ближние прыжки, для того, чтобы он отработал. То есть вот на нашем примере нам здесь хватило везде коротких прыжков, но если бы где-то я вот здесь хотел бы использовать прыжок ближний, то я мог бы использовать вот такой вот синтаксис, который говорит сделать ближний прыжок на метку end. Это бывает нужно указывать явно, то есть это придется задавать явно, если ассемблер будет печатать сообщение об ошибке, похожее на то, которое применено на слайде. Дальние прыжки, как я сказал, нам с вами на практике не потребуются, они используются при других моделях памяти наших программ. Причем по умолчанию безусловные переходы являются близкими, а вот условные переходы все являются короткими. Ну, в этом есть некоторая логика, потому что условные переходы, они где-то недалеко располагаются обычно от того места, то есть метка, куда мы переходим, не должна сильно далеко располагаться или обычно не очень далеко располагается от того места, где мы делаем как раз этот условный переход. Что у нас есть из прыжков? Ну, во-первых, есть такие очень простые прыжки, которые прям смотрят на один конкретный флаг. jump0, 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 прыгнуть, если знаковая, прыгнуть, точнее, если бит знака равен единице, прыгнуть, если есть перенос. Наверное, здесь из самых ходовых будет эта команда jump0 и jump0. Более развернутая система, которая прыгает по результатам сравнений. И вот здесь надо обратить внимание, что они все идут парами. Точнее как, есть, скажем так, набор, который используется для знаковых операций. Вот набор jump equal, jump less, jump less equal, jump greater, jump greater or equal и их альтернативы, они используются, когда у нас знаковое сравнение, когда мы сравниваем знаковые числа, которые могут быть отрицательными. Есть абсолютно аналогичные прыжки, jump below, jump below or equal, jump above, jump above or equal, которые используются в том случае, когда у нас идет беззнаковое сравнение. И именно поэтому можно обратить внимание, что беззнаковые сравнения у нас в основном смотрят на флаг переноса и флаг нуля, а вот знаковые операции, когда у нас идет знаковое сравнение, еще смотрят на флаги знака и флаги переполнения. Вот для чего эти два флага тоже активно нужны. Они помогают делать правильные условные переходы, когда мы сравниваем числа, которые могут быть отрицательными и положительными. Поэтому здесь это на ответственности программиста. Он должен сам понимать, какого типа у него арифметика. Он в результате сравнения хочет, чтобы эти числа сравнивались как знаковые или как беззнаковые. Для процессора все равно, как вы помните. Все возможные варианты, причем у них есть синонимы. Точнее как, есть отрицание полное. То есть есть greater и его отрицание. Jump not, less or equal. И то, и то, в принципе, являются обратными друг другу операциями. Что еще есть? Дело в том, что кроме вот таких самых очевидных операций перехода по результатам применения compare сравнения, есть еще несколько переходов, которые в основном связаны с циклами. И они исторически связаны со счетчиком ECX. Дело в том, что у регистра ECX было историческое предназначение – это счетчик циклов. И как оно проявляется сейчас? Есть прям специальные машинные инструкции, связанные с циклами часто, которые взаимодействуют именно с этим регистром, с этим конкретно. Например, есть инструкция loop, у которой в качестве аргумента идет метка. Что делает эта инструкция? Она сразу делает две вещи. Она уменьшает значение счетчика и сразу делает короткий переход, если счетчик не равен нулю. То есть это, по сути, пока не равен нулю. Уменьшать пока не равен нулю. Сейчас эту инструкцию использовать смысла нет. Видно, что она работает только с CX, то есть с младшими двумя байтами, и относится скорее еще к машинным инструкциям до архитектуры i386. Есть более явные такие инструкции, которые говорят прыгнуть, если счетчик равен нулю. И есть прыгнуть, если счетчик не равен нулю. Jumps CX not zero, тоже скорее устаревшая. И вот более современные, которые с суффиксом или префиксом e, которые уже ориентируются на значение регистра ECX. Поэтому можно так достаточно симпатично организовывать циклы с участием регистра ECX как счетчика цикла. То есть есть прям уменьшить и прыгнуть, если не равен нулю. Есть просто прыжок, если равен нулю. Есть прыжок, если не равен нулю. Jump ECX non zero и так далее. Вот такой вот вспомогательный набор инструкций. Его можно заменить абсолютно эквивалентно инструкциями сравнения и всех тех прыжков, которые были до этого. Но иногда возможность в одной машинной инструкции совместить сразу несколько дает дополнительные преимущества. Меньше кода, меньше машинных инструкций, быстрее выполняются. Потому что выполнить одну машинную инструкцию может быть быстрее, чем выполнить две, связанные друг с дружкой. И вот уже приближаясь к завершению, хотелось бы просто упомянуть про какие-то ходовые побитовые операции, которые могут быть использованы с технологической операцией, как они работают. На самом деле операция end, она может также применяться к регистрам, константам и областям памяти. И она рассматривает, например, если у нее операнды 4-байтовые, то эти 4 байтика рассматриваются как 32 бита. И, по сути, к каждой паре 32 битов у одного аргумента берется битик, у другого аргумента берется соответствующий битик. К ним применяется эта логическая операция. Это либо и, либо или, либо не. Ну, не одна над одним регистром, либо исключающий или. Либо вот операция test, которая выполняет end, чем-то похожа на compare, но только устанавливает флаги. Часто именно с помощью операции test можно, например, проверять различные вещи, равен ли элемент нулю. Это вот такой аналог сравнить, равен ли он нулю или нет. Почему это работает? Потому что если регистр равен нулю, то тогда выполнение логического end над нулем снова нам даст ноль. И только над нулем. Если это все, что отлично от нуля, то нуля не получится. И это может быть аналог сравнения с нулем, но только более экономный. Так, занимающийся чуть меньше байтиков и, может быть, быстрее работающий в этом ключе. Операция XOR делает исключающий или. То есть сейчас таблицу истинности осталось вспоминать не будем, но, грубо говоря, если битики одни и те же, то получается ноль. Если битики разные, получается единичка. И есть различные операции сдвига, которые нам позволяют сдвигать все биты влево, сдвигать все биты вправо, делать так называемые циклические сдвиги. Я думаю, сейчас подробно их изучать не будем. Давайте я только покажу, как можно использовать какие-то из вот этих операций на практике. Например, часто можно увидеть использование операции XOR. В каком контексте? В контексте обнуления регистров. Например, я могу заменить инструкцию присвоить EDX0 на вот такую вот операцию. XOR EDX EDX. Как она работает? То есть она вычислит вот это исключающий или для каждой пары битов. И здесь будет как? Биты EDX будут рассматриваться же самими собой. А дальше напоминаю, если биты совпадающие, то результат будет равен нулю. Если биты отличающиеся, результат будет равен единице. Понятно, что у самого числа, с самим собой все биты совпадают попарные. Поэтому такая операция гарантированно нам запишет в EDX все нулевые биты. Почему иногда вот это предпочтительнее и часто в коде или в том, что генерируют компиляторы, можно увидеть именно такое обнуление? Давайте сравним эти две инструкции между собой. И здесь нам пригодится генерация файлов листинга. Я сейчас пока оставлю обе. Это тоже корректная программа, но по сути я просто делаю одно и то же. Абсолютно одно и то же. С точки зрения листинга нашей программы. Для этого я соберу нашу программу и с помощью опции L сгенерирую файл листинга ее. Снова хотят у нас studio.inc. Файл листинга мы сейчас можем посмотреть прямо в текстовом редакторе. Здесь много кода от нашего, так сказать, заголовочного файла, который мы подключали. Давайте я дойду до того блока этого листинга, где у нас есть наша программа. И вот она. Здесь ее уже можно прочитать. Давайте напомню, что здесь кодируется. Это просто строка, которая была в исходном файле. Это адрес в памяти, по которому она будет располагаться. А это конкретные машинные коды, которые будут располагаться по этому адресу памяти. И вот именно по машинным кодам можно сравнить и понять разницу. Посмотрите внимательно. Move EDX0 кодируется вот такой машинной командой. Почему такой длинной? Потому что это операция 4-байтная. Значит, под 0 должно быть выделено 4 байта. И вот если присмотреться, вот они 4 байта. Это 16-ричные сумасчисления, выделенные под 0. То есть вся вот эта машинная команда занимает 5 байт. Вот это Move EDX0 занимает 5 байт. А абсолютно эквивалентная ей по смыслу, которая дает тот же самый результат XOR EDXEDX, занимает всего 2 байта. Потому что здесь используется более такая компактная схема кодирования машинных команд. Здесь, например, в одном байтике в этом может быть сразу закодировано оба аргумента. Скорее всего, так оно и есть. И получается, мы просто делаем команду меньшего размера. С точки зрения времени выполнения, это можно посмотреть в официальной документации, где написано еще так называемое количество тактов. Чем меньше тактов, тем еще быстрее выполняется команда. Я сейчас точно не помню, но мне кажется, если и будет разница, то небольшая. А вот с точки зрения размеров кода, да, достаточно компактно и удобно. Как еще могут быть использованы вот эти побитые операции? Операция тест. Операция тест на самом деле позволяет часто проверить, хранится ли сейчас нолик в нашем аргументе. То есть, по сути, позволяет делать сравнение с нулем. И вот в этом смысле может быть интересная альтернатива вот этой вот операции. Единственное, что вот я сейчас не помню точно наизусть, но мне кажется, что операция тест не умеет сравнивать два блока памяти. Давайте я это проверю. Я сразу знаю, что точно затребует у нас размер этой операции, поэтому я сразу буду указывать два вот этих слова. И дальше я буду прыгать только если результат равен нулю. То есть заменю прыжок на вот такой, но на самом деле он эквивалентный. Попробую сассемблировать программу. Да, и вот мне сразу говорят, что у меня неправильное использование команды и ее операндов. Похоже, что тест, на самом деле как и move, не поддерживает операции типа память-память. Что я могу для этого сделать? На самом деле я могу выполнить копирование. Я могу в ebx копировать b, и после этого выполнить эту операцию над регистром ebx. Почему? Вот вроде бы две инструкции получилось, а не одна. Почему так может быть сложно? А вот здесь вот можно присмотреться, что у меня и так выполняется это действие. У меня она и так есть, поэтому, грубо говоря, я теперь могу вот эту операцию просто убрать, потому что я ее, по сути, перенес выше в свою программу. Я, кстати, оставлю вот эту инструкцию тоже для того, чтобы мы просто могли сравнить машинный код, который получается. Вот теперь сохраняю этот файлик, снова собираю. Теперь у нас она не выдает никаких ошибок, и я могу посмотреть, какой был сгенерирован листинг для вот этой программы. Вот посмотрите, инструкция сравнения b с нулем занимает нам вот аж 6 байтов. Достаточно большой размер. В то же время как вот эти инструкции, вот эти две, они тоже вместе занимают много за счет вот этого адреса, но у нас все равно эта инструкция была, а теперь я от не избавился. А вот тест именно по сравнению чисто с compare, как вы видите, занимает всего лишь 2 байтика. То есть тоже иногда можно просто вот это такое... Я рассказываю это для того, чтобы развивать ваш навык чтения кода, потому что когда вы увидите вот такую вот связку, ее правильно читать так. Проверяют, равно ли ebx нулю или нет. Это можно сделать вот таким вот образом, но, скорее всего, в коде, который сгенерирован компиляторами или программистами, которые привыкли много писать на ассемблере, вы увидите именно вот такой вариант, такую инструкцию. Причем это все по-прежнему работает абсолютно корректно, то есть будут выставлены правильные флаги, и прыжок будет осуществлен только в том случае, если ebx равен нулю. Вот как можно хитро использовать. Ну, показывать уже не буду, но просто подскажу, что вот операции сдвига влево и вправо, они, например, эквивалентны делению на 2 и умножению на 2. Тоже может быть где-то частая операция, делить на 2 и умножить на 2. И вот вместо того, чтобы использовать сложный div или сложный mool, можно использовать просто побитовые сдвиги, которые дают нам абсолютный эквивалентный результат. Рассмотрев побитовые операции, то есть их не обязательно использовать в наших программах, но вот иногда они что-то упрощают. Давайте кратко подведем итоги. Что мы сегодня с вами посмотрели и успели сделать? Мы с вами познакомились с разными типами данных, с размерами и тем, как объявлять какие-то области памяти, метки в секции Data и в секции BSS. Мы узнали про арифметические операции и про некоторые особенности. В частности, надо не забывать, что у операции деления и умножения беззнаковых есть целая серия своих особенностей. Провели отладку простой программы в ГДБ, научились, посмотрели, как им пользоваться, какие у них есть эти команды. Советую вам потом попробовать это на практике. И рассмотрели различные варианты прыжков, а также как мы можем использовать побитовые операции для того, чтобы писать программы, которые генерируют меньше машинного кода. Спасибо большое тем, кто дослушал эту лекцию до конца. В следующий раз мы поговорим о такой важной теме, как подпрограммы и стэк вызова подпрограмм. Достаточно сложная, мне кажется, тема во всем курсе, во всем ассемблере. Но я надеюсь, что при должном старании мы и через нее пройдем. Буду ждать вас на следующей лекции. Всем пока.